Вот уже второй раз Михаил Маркевцев и его команда планируют отправиться в зону специальной военной операции. Туда ребята ввозят гуманитарную помощь нашим бойцам. Строительные материалы, продукты питания и медикаменты. Чтобы добраться до наших бойцов и передать им гумпомощь, добровольцам понадобилось четыре дня. Два из которых они побывали в городах Попасном и Лисичанске. Попасное, известный такой был город, стратегическое направление имел. Он и сейчас остается. Но, к сожалению, на этой линии уже как полтора-два года она не двигается никуда. Вот как она замерла и так и стоит. Город, конечно, представляет себе такое очень сильное впечатление. В том плане, что он мертвый. То есть там ни людей нету, ну естественно, кромбояных. Там животных нету вообще ничего. Звук. Город вообще не издает ничего. И приезжаешь, 5-10 километров уже от него отъезжаешь. Шум города, уже совсем другие эмоции, совсем другие взгляды начинаются. Михаил часто общается с бойцами, доброволец в курсе всего, что происходит в зоне СВО. Сейчас нашим солдатам требуется техника, так как ее почти не осталось после налета. Михаил и его соратники решили собрать деньги на автомобиль Нива. На данный момент им не хватает 62 тысяч рублей. Помощь требуется, именно финансовая помощь на приобретение именно на автомобиль. Потому что груз по строительной технике, по материалам мы уже как бы набрали. У нас свои собственные средства, то есть единомышленников. Сейчас отобираем именно целевое на автомобиль. Помимо этого, добровольцы в зону СВО везут солдатам письма от школьников, а также планируют для бойцов отыграть концерт. Выезд планируется в начале июля. Оказать финансовую помощь может любой желающий по номеру телефона 8 910 397 27 32 Т-Банк с пометкой «Зато Саров за СВО». Для бойцов важна любая помощь. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.